Субтитры сделал DimaTorzok На основном канале я не хочу выкладывать такие видео, я решил сделать второй канал, на котором как раз и буду все рассказывать и показывать Прежде чем что-то показывать, я решил рассказать, какие этапы проходят находки, прежде чем попасть в ролик на основном канале Изначально я выбираюсь на поиски, если мне удается что-то найти, тогда я беру пакет, аккуратненько складываю все находки в этот пакет Подписываю и убираю в коробку Так у меня получается архив В этой коробке у меня архив 18-го по-моему года, здесь по-моему 19-го Не могу точно сказать, надо разбираться, надо наводить порядок Вот здесь у меня архив 20-го года Специально сейчас все разложил, чтобы показать общие планы У меня здесь, когда я начинаю опубликовывать ролики на основной канал, у меня постоянно здесь такой творческий беспорядок Видео, которое я заснял, у меня хранится на жестком диске Один, второй, еще там жесткие диски Когда я хочу загрузить ролик на канал, я залезаю в коробку Нахожу именно те находки, которые я поднимал в тот выход, который хочу опубликовать И потом начинаю их чистить Прежде чем показать все этапы чистки Вот, например, я нашел Где? Вот, куча пятаков, зачет Вот этот ролик будет опубликован в ближайшее время на основном канале Тут как раз очень много монет Екатерины Они все не почищены Сейчас мы вскроем этот пакет Я покажу, в каком состоянии находятся монеты И начнем их чистить Все этапы я постараюсь показывать Очень волнительный момент Сейчас специально посмотрел, в каком году был данный выход Оказалось, что это архив 2018-го года Сейчас я все монеты разложу, чтобы вам показать Вот здесь у меня что-то более-менее интересное, видимо, лежит Потому что, видите, специальная коробочка такая Наверное, здесь что-то ценное Сейчас пока раскладывал находки Прям перенесся в тот день Когда мы с Женей выбрались на разведку Вот такая вот у нас получилась разведка Очень зачетная, я считаю Отличный результат Нашли вообще не битую деревню Мне удалось насобирать вот такое количество пятаков Елизавета, Екатерина Либо это кошелек, либо это клад распаханный Вот эти все монеты были найдены примерно на одной площадке Также попадались двушки Александровские Павловская двушка Так, ладно, это будет на основном канале Давайте определимся с чисткой И вообще с состоянием монет Закинуть вот эти пятаки В мыло, в хозяйственное Очень сомнительный вариант Но я, наверное, рискну Потому что Наверное, для них это будет самый щадящий способ Если я начну их чистить Щеткой с содой Тогда откроются каверны В общем, не знаю Наверное, я Приготовлю раствор С хозяйственным мылом И закину туда вот эти вот пятаки Наверное, все Потому что Состояние у них так себе На самом деле у этих пятаков Остатки патины Вот проглядываются Не думаю, что этим монетам Будет намного хуже Если я закину их в мыло Очень не хочется испортить Вот эту вот двушку Елизаветы Здесь проглядываются Остатки патины Довольно-таки неплохой рельеф Но с обратной стороны Вот здесь что-то налипло Тоже рискованная затея Закидывать ее в мыло Подумаю по поводу Вот этой монеты Совершенно точно уверен По поводу вот этой монеты Двушка 1893 год Она очень крепкая Остатки грязи Вот этой нужно убирать Вот ее 100% закинул в мыло И также Где-то еще была А, вот эта вот двушка Ее я тоже в мыло закинул Хуже ей от этого точно не будет По возможности Постараюсь В этом видео Озвучить Самый Обычный И распространенный Способ чистки В хозяйственном мыле Также хочется показать Вот такие вот находки Это как раз В баночке лежали они Знак Медаль И вот эта вот Интересная вещица какая-то Я, кстати, так и не понял Что это такое И от чего Практика мне говорит о том Что Вот такие вещи С остатками Позолоты Лучше не стоит закидывать В мыло В хозяйственное Потому что вот эта вот Позолота Она может сойти Русский Музей А, русский музей Тогда было очень темно Насколько я помню Когда я нашел эту вещицу Не смог я прочитать Интересная вещица Вот такие вещи Не надо закидывать в мыло Лучше не рисковать Лучше попробовать Помыть щеточкой С содой, наверное Когда буду мыть Буду показывать Более детально Видео получится Насколько я понял Очень длинное И по поводу чистки монет И вообще выход Довольно-таки продуктивный Так что я думаю Будет что посмотреть Нам понадобится Вот такая терка А именно вот эта ее сторона Также нам понадобится Хозяйственное мыло Без разницы Если честно Какое оно А, нет Хотя есть разница Использованное мыло Которое влажное Оно Довольно-таки сложно Натирается Оно Прилипает к терке Как раз Забивает вот эти вот Все отверстия Лучше использовать Сухое мыло То есть оно будет крошиться И натираться будет Гораздо легче Также нам понадобится Вот такая вот банка Ну в общем Какой-то объем Из-под мороженого Не знаю Из-под шашлыка Газета Весь процесс натирания Хозяйственного мыла Я не буду показывать Я натру где-то Половинку От этого куска Вот это мыло Почему-то влажное Видите Начинает забиваться Надо бы конечно Чтобы оно полежало Наверное на балконе Чтобы оно высохло Сухое мыло Гораздо проще натирать Оно прям крошится В итоге вот таким макаром Это все дело происходит Сильно я увлекся процессом В итоге практически Целый кусок мыла Стер на терке Вот такое количество Хозяйственного мыла Получилось Решил вас предостеречь Не повторяйте моих ошибок Очень настоятельно Рекомендую Использовать Именно сухое мыло Я до этого показывал Новый кусок мыла Был в упаковке Он такой довольно-таки Влажный Он очень плохо натирается Я нашел сейчас В ванной комнате Кусок мыла Который до этого использовали И он высох Я сейчас покажу Как натирается Вот этот вот кусок Очень проблематично Получается Из терки Доставать Вот это вот мыло Которое здесь налипло Я уже взял Палочку из-под суши Пытаюсь здесь Выковырить что-то Обязательно Нужно привести терку В нормальное состояние Сейчас покажу Как натирается Сухое Хозяйственное мыло Чтобы вы Посмотрели И поняли В чем разница Вообще без усилий Икрошка получается Прям такая мелкая В общем нужно обязательно Взять обычный кусок Хозяйственного мыла Если он В упаковке Тогда его нужно Достать из упаковки И положить Наверное На балкон Либо Не знаю куда В общем Дать ему просохнуть Представляете Практически Целый кусок мыла Но это Я думаю На следующий раз Вообще Замечательно Трется Вот этот кусок Я думаю Хватит Смысл Понятен Эта терка Она у меня Специальная Именно Для этих нужд Была куплена Для того Чтобы натирать Хозяйственное мыло Смотрите Какая здесь Стружка Мелкая Получилась И какая здесь Разница Ощутима Решил показать Как я избавился От мыла Которая вот здесь Застряла Щетку металлическую У меня не удалось Найти Зато У меня оказалась Вот такая вот Типа расческа Собачья Но это старая расческа Я уже Ей не пользуюсь Но Смысл понятен Да Металлическими Зубьями Вот этими Быстро Быстро Убрал Мыло Которое Здесь Застряло Можно было Конечно Под обычной Водой Взять Губкой И вымыть Все Но Просто Не хотелось Терять Вот это Натертое мыло Пока Чайник Закипает Решил вам Сказать Для чего Мы натирали Вот это Все Хозяйственное Мыло Как раз Для того Чтобы Залить Кипятком Чтобы Быстрее Это Все Дело Растворилось Сначала Будет Жидкая Такая Консистенция Потом Это Мыло Затвердеет Буду Заливать Не до Самого Верха Чтобы Вот мыло Вот это Скрылось Ну Пожалуй Хватит Теперь Все Это Дело Надо Перемешать Не важно Чем Ложкой Палочкой Чем Угодно Чем Удобно Главное Чтобы Вот это Все Дело Растворилось Здесь Если Слишком Густо Будет Можно Еще Чуть Водички Добавить Сейчас Перемешаю И покажу Что Получилось Раствор Мы Приготовили Монеты Отобрали Специально Переместился На балкон Чтобы Показать Все Монеты При Естественном Освещении Специально Сделал Снимки Потом Я думаю Мы Что Получится С Некоторыми Монетами Я рискую Конечно Могу Их Угробить Но Вот Эти Вот Две Монетки Они Точно Очень Крепкие С ними Ничего Не Случится С Остальных Вся Зеленка Сойдет Патина Вот Эта Отвалится Она В принципе И так Видите Везде Отваливается На Всех Монетах Потом Я думаю Мы Их Доработаем Я Покажу Финальный Результат Раствор У нас Выглядит Вот Так Уже Стал Потихонечку Густеть Прошло Минут Наверное Десять Или Пятнадцать Все Размешал Теперь Загружаем Все Монеты Сначала Пятачки У нас Пойдут Потом Поменьше Монетки Это Все Дело Будет Лежать До Тех Пор Пока На Монетах Не Появится Зеленый Такой Налет В общем Когда Он Появится Я Покажу Я Думаю То Что Не Меньше Трех Четырех Дней Все Это Дело Займет Потому Что Раствор Специально Сделал Новый Потом Эту Банку Я Оставлю Либо На Балконе Либо На Батарее Если Вы Хотите Что Процесс Не Начнут Происходить Процессы Как Только Первые Результаты Какие Появятся Я Покажу Итак Друзья Я Вчера Готовил Раствор Сегодня Стал Уже Монтировать Видео По Чистке Монет Решил Зайти И Посмотреть Что Происходит Какие Реакции Происходят В Банке Если Вы Все Правильно Сделали У Вас Должна В Банке Вот Такая Консистенция Быть Видите Мыло Подзастыло Такое Она Упругая Стала Но Еще Рано Что-то Оттуда Доставать Я Обычно Как Проверяю Здесь Плохо Видно В Этой Банке Монеты Они Начинают Зеленеть И Даже Через Банку Видна Зелень Сейчас Еще Рано Всего Лишь День Прошел Но Консистенция У Мыла Уже Вот Такая Это Уже Очень Хорошо Переместился В Ванную Комнату Из Того Что Я Не Стал Закидывать В Мыло Это Вот Такие Четыре Находки И Одна Монета Не Знаю Если Честно Есть Смысл Как Я Чищу Вот Такие Вещи Но Раз Уж Стал Снимать Видео По Чистке Монет Решил Показать Как Чищу Все Находки Начнем Мы Наверное Вот С этой Медали За усмирение Польского Мятежа Вот Здесь Остатки Черной Патины Видимо Она Такая Рыжая Грунт Очень Кислый Был В том Месте Где Я Нашел Эту Медаль Видите Поле Монеты У нее Уже Поеденное Главное Не Утратить Сейчас Рельеф Я Думаю Я ее Почищу Щеткой С мылом Либо Щеткой С мылом И с содой Пломбу Из-под Рижского Бальзама Я буду Также Чистить Ничего Интересного Кстати Я не знаю Вообще Получится Очистить Эту Пломбу Или Нет Потому Что Она Из Свинца Сделана А Свинец Он Крошится Очень Сильно Тем более Тот Который Лежал В земле Вот Эта Монетка В принципе Особо Не Нуждается В чистке Так Доведу Ее Немножко До ума Ну И Вот Про Эту Вещицу Я Уже Рассказывал Постараюсь Под водой Ее Помыть Чтобы Не Утратить Позолоту Вот Эту Непонятно В чем Она Лежала Здесь Сено Что Л Какое То Прилипло И Знак Вот Такой Со Знаком Боюсь Ошибиться Вот Эту Черноту Нужно Все Убирать Но Как-то Нужно Убирать Аккуратно Потому Что Эмаль Очень Хрупкая У Находок Которые Пролежали В земле У меня Был Горький Опыт Когда Начинаешь Чистить Находку И Эмаль Начинает Крошиться Очень Хочется Ее Сохранить Не Знаю Если Честно Как Я буду Чистить Знак В серебре Но Вот Этот Сам Человек Бегущий Он Видимо Из Другого Металла Наверное Из Меди Посеребрение Отвалилась Вот Здесь Не знаю Наверное Просто Может быть Водичкой Помою Как-нибудь Аккуратно Ничего Не буду Делать Особо С этой Находкой А Кстати Закрутка Я сейчас Присмотрелся Закрутка Оказывается Не серебряная Она тоже Из Меди Посеребрение Да Закрутка Может Отвалиться Ладно Обо Всем По порядку Сейчас Поставил Камеру На штатив Думал Включил Кнопку Записи Но В итоге Не удалось Записать Как я Чистил Вот Эту Вот Медаль Но Поверьте Мне На слово Ничего Сложного Здесь Нету Взял Щетку Намылил Немножко Окунул В соду И Без фанатизма Стал Чистить Находку Видите Сколько Ржавчины Сошло Сейчас Она Выглядит Вот Так Я Не думаю То Что Я С ней Буду Что То Еще Делать Наверное На Войлочном Круге Я Обработаю Немножко С воском Или С вазелином Постарайтесь Не забывать Про гурт У находок Вот Здесь Я Кстати Не Дочистил Где Ушко Но Я Боялся Если Честно Отломить Потому Что Вещи Из земли Они Довольно Таки Хрупкие И Вот Здесь Сода Ничего Сложного Абсолютно И Без фанатизма Как Говорил Ранее Нам Просто Нужно Чтобы Вот Эта Грязь Ржавчина Которая Здесь Осталась Просто Нужно Ее Смыть Можно Сказать Водой И Вот Здесь Где Ушко У Нас Еще Немножко Оставалось Немножко 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 Может Может Что 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 Стоит Убрать Какие То Моменты Потому Что Я Ничего Сложного Вообще Абсолютно Не Уполняю Просто Беру Щетку И Чищу Просто Очень Много Поступает Вопросов По поводу Того Как я Чищу Находки Сними Видео Пошаговое Ну Вот В принципе Решил Заснять На Войлочном Круге Сейчас Ее Немножко Обработаю Попозже Разберусь С 1915 Года Вот В таком Она Состоянии Когда Я Ее Нашел Я Думал Она Вообще Ушатанная Но В принципе После Мыла И Соды Она Вполне Себе Читаемая Нужно Сейчас Ее Немножко Доработать Будет Я Еще Хотел Сказать Такой Момент То Что Все Что Я Буду Показывать На Этом Канале Не Факт Что Это Правильно Просто Я Говорю То Что Я Делаю Правильные Какие То Вещи Возможно Я Где-то Ошибаюсь Просто Я Чищу Так Как Мне Нравится Если Вам Понравится Результат Тогда Можете Применять Полученные Знания На Этом Канале Если Не Понравится Тогда Можете Чистить Каким Либо Другим Способом Или Вообще Не Чистить Пломбу Почистил Таким Ж Способом Очень Приятно Кстати Удивлен Обычно Свинец Намного Хуже Чистится А тут Мыло Сода И вода Больше Ничего Не Могу Разобрать Надпись Которую Вот По Кругу Рижск Вода Что-то Там Завод Какой-то Черный Рижский Бальзам С Этой Стороны Написано И Вот Обратная Сторона Два Ключа Вот Таких Крест Тоже Какие-то Надписи Настала Очередь Вот Этого Знака Всполоснул Его Немножко Водой Дальше Просто Мыло Без Соды Для Меня Самое Главное Не Потерять По Золоту Вообще Никаких Усилий Не Буду Прилагать Дальше Главное ещё вот эти вот ушки не отломить. Я, если честно, даже не знаю, что это за находка. Я решил заснять видео, обычно я перед тем, как чистить какие-то находки, обязательно смотрю, что к чему стоит вообще чистить такие вещи или не стоит, а тут я даже не посмотрел. Так, ладно, давайте сейчас помоем и посмотрим вместе с вами. Вот такой у меня получился результат, я вижу вот здесь небольшой окисел остался, вижу то, что начинает отваливаться патина и вот здесь вот прям ржавчина проступает, то есть если эту находку закинуть в мыло, вот эта патина, как я переговорил раньше, и вот эта позолота, она вся уйдёт. Я не думаю, что я буду дальше что-то делать с этой находкой, потому что я сторонник того, чтобы она как можно больше была приближённая к тому виду, в котором я её нашёл. То есть мне не нравится ощущать вещи прям до блеска, мне нравится, когда на них остаётся налёт старины. вот здесь вот, конечно, там видно то, что немножко забилось. Мыло не до конца убрал. Сейчас я, наверное, ещё немножко почищу её и больше я не буду ничего с ней делать. Именно вычищу вот отсюда вот, где вензель Александра Третьего. Надо узнать, что за находка. В прошлый раз я эту находку поднял и больше ни разу не поднимал. Какой-то русский музей и вензель Александра Третьего в позолоте. Знак я чистил без соды, просто под водой и с мылом. И смотрите, что я вижу. То, что посеребрение вот здесь вот. Видели, может быть, грязь здесь была чёрная? Я её всё убрал щёткой, но вместе с этой грязью ушло и посеребрение. Эмаль я сохранил, но посеребрение начинает отваливаться от находки. Я больше ничего не буду с ней делать. Пусть остаётся такая, какая есть. Потому что, если её начнёшь дальше тереть, всё это посеребрение оно утратится. А может быть, даже эмали начнут отваливаться. Я думал, что знак серебряный, но оказывается, это всего лишь посеребрение. С резьбой здесь какая-то беда. ГТО. ГТО. Первый разряд по бегу. Снова переместился в комнату, откуда всё начиналось. На следующем этапе чистки нам понадобится войлочный круг. Вот с этой стороны на войлочном круге серная мазь. Она для того, чтобы накладывать патину искусственную. А с этой стороны я просто обрабатываю монеты, которые не нуждаются в наложении искусственной патины, вазелином. И рельеф придаю на войлочном круге. Как это всё сейчас будет происходить, я покажу. Берём немножко вазелина на войлочный круг и помчали круговыми движениями. Тоже без фанатизма. Не надо здесь ничего втирать куда-то прям усиленно. можно данную медаль было законсервировать в воске, но я думаю об этом я сниму отдельный ролик. о консервации воски. Вазелин тоже в принципе консервирует находки, но не так хорошо как воск. Гурт опять-таки же не забываем. Так, теперь нам надо убрать излишки вот здесь где сухое место. Ну, в принципе, всё. Сейчас находка немножко высохнет. В принципе, и сейчас, наверное, немножко покажу общие планы. Сейчас она немножко подсохнет. Вазелин в неё впитается и я получше покажу. Есть у меня также вот такой инструмент с очень острой иглой. Вот в этом месте грязь забилась. Где-то вот здесь грязь забилась. И вот попробую сейчас вот эту зелёнку убрать аккуратненько иголочкой. Ну и вообще посмотрю, что с ним можно сделать. Очень неудобно снимать и работать одновременно. Так что давайте я инструмент показал. В принципе, тут ничего такого сложного нет. Аккуратненько нужно почистить вот с той стороны везде грязь. И зелёночку вот эту убрать. Сейчас я это сделаю и покажу конечный результат. Итак, друзья, наконец-то я дочистил первую часть находок. Сейчас всё покажу. Начнём с медали. Вот так она сейчас выглядит. Можно было, конечно, шабером выровнять поле и поднять рельеф. Но, если честно, я ещё до этого не дорос. Я знаю то, что так делают. Сглаживают как раз вот поле. И орёл получается более рельефный. И медалька более симпатичная получается. Мне ещё есть чему учиться на самом деле. Я с шабером очень плохо обращаюсь. У меня только первый опыт был буквально недавно. За усмирение польского мятежа 1863-1864 год. Немного лучше она стала выглядеть, на мой взгляд. Поделитесь впечатлениями в комментариях, я думаю. Двушку вот эту почистил. Вы её видели на всех этапах. Она не такая уж и грязная была. Просто вот я её почистил с содой, с мылом и на войлочном круге. С вазелином. Вот так она сейчас выглядит. Не знаю. Я с ней больше ничего делать не буду. Мне она нравится и так. На мой взгляд более рельефная стала после войлочного круга. Не знаю. Поделитесь тоже в комментариях. Пломба вот такая. Обработал я её просто вазелином. Больше ничего с ней не делал. Знак тоже обработал вазелином. Остатки посеребрения удалось сохранить. Что не может не радовать. И самое интересное, как выяснилось, из всего того, что я чистил. Ну, хотя медалька, наверное, поинтереснее будет. Но медали я находил и раньше. А вот такой вот знак я нашёл всего один раз. Вот так я его почистил. Не зря я решил сохранить остатки позолоты. То есть я иголочкой всё вот оттуда вычистил. Видите? Всё чистенько сейчас. Обработал тоже вазелином. Чтобы не высыхала находка. Вот. Видно внутренние все части. Иголочкой аккуратненько. Без фанатизма. Чтобы ничего нигде не отломить. Никуда не торопясь. И узнал, что это за знак, я прикреплю ссылку внизу под видео. Как выяснилось, это накладной элемент униформы служителей музея Александра Третьего. В музее были сосредоточены выдающиеся произведения русской живописи и вояния. В общем, интересный какой-то знак. Интересный музей. Я обязательно прикреплю ссылку. Вы там всё почитаете, если интересно будет. В более худшем состоянии знак ушёл за 2000 рублей. Ну, естественно, я продавать ничего не буду. Просто для тех, кто интересуется ценами. Буду теперь ждать, когда почистятся монеты. Также буду всё более подробно показывать. Прошло 3 дня с того момента, как я сделал раствор и закинул туда монеты. Мне нужно опубликовывать основное видео на канал. Соответственно, постараюсь отснять вторую часть почистки монет. Не знаю, что получится. Вот видите, в банке сейчас я вижу монету, на которой проглядывается зелень. Конечно, я бы подождал ещё немножко, может быть, дня 3-4, чтобы зелени этой было гораздо больше. Но я думаю, мы в ближайшем времени откроем эту банку и посмотрим, что случилось с монетами. Попробуем очистить их. Наверняка получится так, что я какую-то часть монет очищу, а какая-то часть монет отправится снова в банку. Я переместился в ванную комнату. Вот здесь лежали монеты. Вот такая вот формочка получилась. Вижу на дне монеты как раз, то, что я складывал, пятаки. На них стала образовываться вот такая зелень. В принципе, это то, что нам и нужно. Сейчас я буду по одной монете доставать отсюда и аккуратненько буду чистить. Я ничего нового не использую. Щётка обычная, сода и мыло. Достаем монетку. Вот так вот она выглядит. Без фанатизма начинаю её чистить. Давайте попробуем сначала без соды. С обычным мылом. Вместе с этим мылом зелёным сходят и окислы, и грязь, и всё остальное. Без фанатизма. Вероятнее всего нужно будет закидывать эти монеты снова в мыло, но мне нужно опубликовывать ролики. Поэтому придётся, наверное, финальный этап чистки в другом видео опубликовывать. Хотя, не знаю. Посмотрим по обстоятельствам, разберёмся, я думаю. Гурт обязательно не забываем. Так. Вроде что-то тут проглядывается. Сейчас я сполосну монетку. Сниму камеру и, наверное, получше покажу. Сейчас он выглядит вот так. Покажу его как можно детальней. Открываются каверны. Больше я его не буду никуда закидывать в мыло точно. Вот эти вот окислы, в принципе, они не критичны. Я их оставлю. Пусть будет такой небольшой налёт старины. Основная грязь вся убралась. Вот здесь вот ещё немножко. Но после войлочного круга монета будет гораздо рельефней. Сейчас она, видите, подсохла. И вот так выглядит. Очень радует, что у пятаков Екатерина очень высокий рельеф. Они, в принципе, неплохо чистятся. Не самое лучшее состояние, но оно у него изначально было, у этого пятака, состояние так себе. Так. Приступаем к следующей монете. Вот эту монету осталось обработать на войлочном круге. Да, монеты в мыле очень сильно слипаются. Вот так. Приходится их раскреплять. Двушка, Павловская и пятак. Я думаю, возьмём пятачок, почистим его. Двушка следующая будет. Промыл щётку. Намылил. Окунул в соду. И стал чистить. Решил я все монеты всё-таки почистить с мылом и содой. Не буду терять время. Монеты были найдены на одном поле. Там грунт одинаковый. Не думаю, что состояние будет очень сильно отличаться. Не знаю, будет кому интересно это видео или нет. Ничего такого я не выполняю. Вообще никаких вещей сложных я не делаю. Никаких секретов нету. Этот метод очень старый. Все его прекрасно знают. Используют. Я очень часто отвечал раньше, что я очищу монеты медные, как правило, именно таким способом. Но всё равно просит заснять, как я это делаю. Ну, в принципе, поэтому и решил создавать второй канал. И показывать. Ещё надо будет снять обзор на находки, наверное, именно этого сезона 20-го года. Ну, посмотрим, в общем. Буду как-то пытаться разнообразить выпускаемые ролики, выпускаемый контент. Так, давайте сполоснём монету. Не знаю, видно там что или нет. Пока вот так вот покажу. Кстати, по-моему, у этого пятачка состояние немножко лучше. Нужно ещё местами дочистить его. Сейчас я его немножко дочищу. Таким же способом. И покажу более детально. На первый взгляд, состояние немножко лучше. Я думаю, я даже вот здесь вот эту зелёнку оставлю. Ничего страшного. Поле монеты, видите, шершавое такое. Но оно, в принципе, и было изначально такое. Ничего с этим не поделаешь. Если только шабером прям выравнивать его. Но это очень долгий процесс. И я ещё шабером не очень хорошо управляюсь. Я только стал его осваивать. Вообще, планирую переходить на механическую чистку именно шабером. Нужно покупать микроскоп. Крупные монеты приятно не только находить, но и чистить. Потому что они из рук никуда не выскальзывают. У нас на очереди вот такая вот двушка павловская. Ну и вот, в принципе, видите, монетки все. Так, по одной будем доставать. Вот эту вот грязь желательно убрать из мыла. Она портит весь раствор. Монеты полежали всего три дня в мыле. Если бы они лежали подольше, результат был бы немножко лучше. Павловская двушка на промежуточном этапе выглядит вот так. Здесь остались следы патины. Ещё я черканул эту монету вот здесь и вот тут. Я думаю, запатинируется. Эти остатки патины я уберу шабером. Ради этого не стоит закидывать снова монету в мыло. Потому что поле вот это шуршавое. Оно становится всё глубже и глубже и глубже. Потому что монета прогнила. Так вот за один раз мы снимаем, можно сказать, верхний слой. Я буду дальше продолжать. Какие-то монеты, где есть что отметить, я постараюсь показывать. А так я ничего не делаю. Вот у меня мыло, сода и монеты. По одной достаю и чищу. Следующая монета 1794 год. 5 копеек Екатерины. Довольно-таки сложный случай. Вот этот зелёный окисел хлористой меди очень глубоко проник вглубь монеты. Он, в принципе, убирается мыльным раствором, но на это потребуется не один месяц. И не факт то, что оставшиеся части монеты останутся такие же рельефные. То есть можно очистить вот эту вот часть, но вот эти вот места загубить. Поэтому я постараюсь убрать вот этот окисел, вероятнее всего, шабером. Ну и здесь, в принципе. Хотя вот это, наверное, быстро почистится. Вон оно даже ногтями чистится. А вот этот окисел, наверное, будет довольно-таки проблематично убрать. И не факт, что рельеф вот этот вот весь останется. Не знаю, как получится у меня на камеру или нет. Первый опыт у меня вот такой. Вообще надо микроскоп. Видите, шабером вот этот окисел сейчас довольно-таки легко убирается. То есть без мыла этот окисел сложно убирается. Очень проблематичный даже, я бы сказал. Я не буду всю монету чистить. Так просто покажу. Вообще надо под микроскопом, насколько я понял, это делать. Шабером я недавно работаю. Вот так вот он выглядит у меня. Вот так вот аккуратненько я постараюсь все убрать. И потом наложу патину искусственную. Ну и здесь тоже все почищу. Не сейчас это будет. Просто решил, пока нахожусь в ванной комнате, пока монета только что измыла, решил показать. Следующая монета 5 копеек 1793 год. Почистил ее таким же способом, как и прошлые монеты. Очень приятно удивлен. Вот эта монета мне очень нравится. Есть, конечно, небольшие камеры вот здесь. Но в целом, мне кажется, она довольно-таки креп. После войлочного круга, я думаю, она будет посимпатичнее. Правда, надо гурт вот здесь, наверное, дочистить. Промежуточный этап чистки 5 копеек 1767 года. Тоже, в принципе, еще ничего такое. Каверные не особо глубокие. Зеленку вот эту, возможно, я уберу шабером. Может быть, вообще трогать не буду. Оставлю такой небольшой налет старины, так сказать. Вот эту вот светло-салатовую зелень обязательно уберу. Она убивает монету. Монетки немножко убавляются. Дальше туда вниз пойдут более мелкие монеты. Пятак Елизаветы 1760 года. Вот так выглядит. Довольно-таки, кстати, неплохо очистился. Доработаем его на войлочном круге. Я думаю, будет вообще читаемый, нормальный. Пойдет. Последняя крупная монета, 5 копеек Екатерины. Хотел вам показать еще. Смотрите, что в ванной происходит. Грязище какая. Нужно будет потом еще и ванную убирать. И следующая монета будет двушка. У меня на нее большие надежды. Сейчас она выглядит так. Надеюсь, результат меня очень порадует. Но это не точно. Еще хотел показать. Помните, горка соды была? Все, она закончилась. Соды очень много уходит при чистке монет. 5 копеек. 1779 год. С этой стороны ничего больше не надо делать. С обратки вот здесь нужно убирать зеленку. Ее здесь немного. Шабером, я думаю, две минуты. И нормально. Ну и рельеф потом придадим. Все. Это крайний пятак. Крайняя большая монета. Дальше у нас пойдет мелочевка. Ее тоже немало. Выход получился продуктивный. И очень много времени уходит на очистку. Двушки 1893 года. Хозяйственное мыло пошло только на пользу. Видите, поле монеты довольно-таки ровное. На монете были остатки зелени и грязь налипшая. Мыло очень хорошо убирает такую налипшую грязь и зелень. И в итоге остается вот такая вот монета шоколадная. И поле ровное. Монета вот эта с фундамента. Я знал то, что состояние у нее хорошее. И мыло этой монете определенно поможет. Очень много нашел в тот день двушек Александра I. Их тоже надо чистить. Все их не буду показывать. Потому что я даже когда копал их, не показывал их. Очень много попадается. Вот эту двушечку решил показать. Потому что что-то 1800 не вижу. То ли 11-й год, то ли 14-й. Не могу понять. Здесь нормальный рельеф такой у монеты. Ничего, грязь сошла. Следующая монета вот эта. Очень волнительный момент. Потому что это двушка, насколько я вижу, Елизаветы. Рельеф у нее был высокий. Она была в такой патине зеленой. Но не везде эта патина была. Она сейчас, конечно, начнет отслаиваться. Я уже вот здесь вот вижу. Реакцию мыла видно. Где зеленка такая была. Где окисло. Сейчас ее почищу, посмотрим. Отпечаток такой от монеты остался. Вот такая двушка на промежуточном этапе. Зеленка вся сошла. Вижу то, что вот здесь каверны проглядываются. Но в целом у монеты рельеф очень высокий. В любом случае эту монету нужно было чистить. Если бы я этого не сделал, тогда бы все эти окислы, они бы пошли вглубь. И каверны стали бы еще глубже. Так хотя бы что-то останется. Вот с этой стороны в принципе ничего. Вот здесь нужно дорабатывать ее чем-то. Вообще можно было бы ее еще закинуть в мыло. Но времени у меня нет. Надо видео выпускать. Причем я хочу выпускать видео одновременно. Не на основном канале и на втором канале. Ладно, посмотрим. Что-нибудь придумаю. Только что показал монету. Видели какой окисел на ней был. Думаю, была не была. Возьму сейчас соду. И с содой потру. И вот такой результат получился. Монета оказалась довольно-таки крепкая. Основные окислы ушли. Хорошая монета. Очень она мне нравится. Очень надеюсь, что на финальном этапе чистки она меня тоже очень порадует. Ладно, не будем забегать вперед. Хотел показать несколько монет, которым, на мой взгляд, никакая чистка больше не нужна. Копейка Павла Первого. Вместе с зеленой патиной сходит рельеф монеты. Видите? Прям где вензель, куски отваливаются. Вот так вот хорошо видно. Если эту зеленку убрать, тогда все. Монета вся покроется каверными. Станет вообще абсолютно не читаемая. Я не вижу смысла больше чистить такие монеты. Вот здесь я немножко уберу зелень, чтобы буква К проглядывалась получше. Такая же ситуация вот с этой монетой. Темная такая патина на ней. Темно-зеленая. Она начинает уходить. Начинают появляться каверны довольно-таки глубокие. Вот здесь это особенно видно. Этот окисел тоже нехороший. Его тоже нужно попытаться чем-то убрать. Не знаю. Посмотрим, что с ним делать. Ну, в общем, чистить, тереть вот эти вот монеты. Чем больше ее трешь, тем меньше от нее остается. Не стоит вообще с такими монетами больше ничего делать. Ну, на мой взгляд. Вам уже решать самим, что делать с вашими находками, как их чистить. Просто если бы я эту монету закинул, например, не в мыло, а в трилон, то вот эта вот вся бы патина, которая здесь сейчас осталась, она бы вообще отвалилась. Монета бы сразу стала нечитаемая, вся в кавернах. Ну, и вообще в любую химию. Мыло, в принципе, грязь убрало. Остатки патины остались. Убитая монета, как Алик, но все же она более-менее читаемая такая. Переместился в комнату и решил убрать зеленый окисел. Профессиональные реставраторы, наверное, сейчас смотрят и плачут просто. Вот такой вот у меня результат. Мягко говоря, не очень. Конечно, сейчас я доработаю эту монету по максимуму. Но пока у меня вот такой результат. Зеленку-то я убрал, но поле монеты очень гнилое. Туда прям шабер проваливается. В общем, надо учиться работать шабером. С этой стороны особо ничего не делал. Так, чуть-чуть убрал, потом монету помыл. Так вот она выглядит. Грязище вот такое, видите, вокруг. Пробковый круг у меня вот такой. И на нем как раз я обрабатываю монеты шабером. Вы уже видели войлочный круг. С этой стороны вазелин. С обратной стороны серная мазь. Это чтобы наносить искусственную патину. Когда вижу вот такую картину, где проступает металл. Вот медь видно проглядывается. Нужно наносить искусственную патину. Поэтому придется сейчас... И вот здесь, видите, тоже немножко проступает металл. Придется не на этой стороне натирать монету. А на той стороне, где серная мазь. Сейчас я покажу, что из этого получится. Вазелин. Намазываем. И начинаем круговыми движениями обрабатывать монету. При нагреве серная мазь образует вот такую темную патину на медных монетах. Итак, после войлочного круга с серной мазью у нас получилась вот такая монета. 5 копеек. 1794 год. Если честно, мне не нравится ее внешний вид. Я сейчас кое-что сделаю, чего не советую вам делать. Покажу результат. Если вам понравится, тогда я в следующем видео расскажу, как я это сделал. Если не понравится ее внешний вид, тогда это останется моим секретом. Пока вот такая вот монета. После небольших секретных манипуляций монета выглядит вот так. Стал более ярко выраженный вензель монеты и год. Все выступающие части лучше стали проглядываться, просматриваться. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И здесь орел и номинал более читаемые. Задний план остался затемненный, а выступающие части более светлые. В общем, мне больше нравится, как монета выглядит сейчас. Это дело в вкусах каждого человека. Вы видели, что я до этого делал с монетой. Ничего такого сверхъестественного я не выполнял. Закинул монету в мыльный раствор. Почистил с содой, с мылом. Потом обработал на войлочном круге. Серной мазью, чтобы вот патину нанести. Как-то вот так. Сейчас я то же самое проделаю с остальными монетами. Я не думаю, что есть смысл показывать, как я это делаю с каждой монетой. Действия абсолютно однообразные. Результат получится примерно вот такой же. Я думаю, я сейчас все доделаю и покажу результат. Прошло немало времени. Почистил я пятаки Екатерины. Выглядят они вот так. Больше с ними я ничего делать не буду. До этого я показывал вот этот пятачок 1794 года. Мы к нему не будем возвращаться. Сейчас отдельно покажу остальные монеты. Делал все абсолютно то же самое, что и с пятаком 1794 года. Не идеальные монеты, но в итоге они хотя бы читаются. Не думаю, что я их ушатал чисткой. Сейчас монеты более читаемые стали. Приятнее стало держать их в руках. У пятачка 1760 года прям вензель такой рельефный, смотрите. Есть, конечно, еще над чем работать. Можно бы было шабером выровнять вот здесь вот поле, чтобы не было вот этих точек. Но у меня времени нет на это. Мне нужно опубликовывать видео на основной канал и на второй канал тоже. В итоге вот так вот обработал их, чтобы они читаемые были. Вся зеленка, которая на них оставалась, я ее все убирал шабером. Осваивать шабер я только начинаю, так что, вероятнее всего, я делаю очень много неправильных вещей. Как я освою чистку шабером, я сниму об этом отдельное видео. Нормальные читаемые пятачки, в принципе, получились. Никаких окислов, ничего на них нету, ничего не осталось. Вот такой вот пятак, 1967 год. Вот здесь поле монеты практически гладкое. Нормальный пятак. Вот все эти пятачки были найдены на одной площадке. Таким же образом почистил остальные монеты. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот здесь у меня не очень хороший результат. Как правило, это двушки Александровские и полушка, но она изначально была вообще мертвая. Вот здесь у меня более-менее читаемые монеты получились. Давайте по порядку. Двушечка вот такая. Еще ничего, пойдет. 1814 год ПС. Вот такие две копейки. Зеленка, которая здесь была, я всю шабером убирал. Вот здесь, я помню, точно зеленка была. Сейчас монетка выглядит вот так. Уставшая копеечка Николая Первого. Хотя бы стала читаться. И то хорошо. Больше всего я боялся вот за эту двушку Елизаветы. Вот так она сейчас стала выглядеть. Не думаю то, что я ее испортил. Вензель, смотрите, какой высокий рельеф хорошего монеты был изначально. Вот я и хотел это сохранить. Но на обратной стороне вот здесь был очень сильный окисел. Я когда чистил после мыла эту монету, я все показывал. Какой окисел здесь оставался. Зеленка здесь была. А потом я шабером аккуратненько все это убирал, вычищал. И сейчас получилась вот такая вот двушечка Елизаветы. Очень симпатичная. Конечно, есть еще что делать. Вот здесь вот можно было подровнять. И так вообще грязь вычистить. Но ничего, нормально пойдет. Вот от этой монеты я ожидал большего. Не думал я то, что когда патина сойдет, откроются вот такие вот каверны. Ну а в итоге получилось вот так. С этой стороны каверны не открылись. А вот здесь вот такой результат. Ну бывает и такое. Двушка Павла. Изначально она была очень сильно уставшая. Окисел вот здесь вот был тоже шабером убирал, видите. И вот здесь вот лопаты я как раз покоцал. Но сейчас запатинировалось это место. Не особо видно. Одна вторая копеечки Николая Первого. По-моему, я ее даже в видео не показывал, как я ее нашел. В итоге вот такой результат. Не все монеты я показывал. Вот эту точно показывал. Копеечка Павла Первого. Тоже такая поеденная. Я как раз когда из мыла ее доставал, рассказывал, что если вот эту вот патину начнешь убирать, она вся будет вот такая вот в кавернах. Решил оставить все так, как есть. Только вот на войлочном круге ее немножко обработал, чтобы она посимпатичнее была. Ну так, рельеф остался, но поле изъеденное у монеты. Оно изначально было такое. Вот про эту монету я говорил то, что состояние у нее будет хорошее, и в принципе я не ошибся. Двушка. 1895 год. Красивая монета получилась. Нормальная. Деньга 1738 года гнутая. Можно ее выпрямить, но у меня времени, если честно, не было. Так, эти монеты вроде бы все показал, которые более-менее нормальный результат. И остались вот такие вот монетки. Полушка Екатерины. Я ее, по-моему, не показывал. Но она уставшая изначально была. Двушка Александровская. Тоже вся поеденная. Чуда не произошло. Еще двушка Александра. Ну вот это хотя бы читаемая монета стала. 1811 год ПС. Такая двушка. Тоже 11 год вроде как. 1824 год. В принципе все монеты стали читаться, что не может не радовать. С этой стороны что-то как-то не очень. На обратной стороне видно 1812 год ПС. Ничего, нормально. Пойдет. Если вы помните, я перед тем, как чистить монеты, делал снимки при естественном освещении. Сейчас я также сделаю снимки и финальный результат. Ну и покажу, что получилось. Что было до и после. Хороший способ или нет, решать вам. Я вам показал, как я чищу монеты в мыльном растворе. Думаю, больше нечего добавить. Видео и так получилось очень затянутое. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok